Всем привет! Добро пожаловать в Автомир! Мы, как обычно, держим вас в курсе того, что происходит в автомобильной жизни нашего города и края. Меня зовут Дмитрий Семенюк, и вот какие темы мы подготовили для вас сегодня. От ворот по ворот. С какими трудностями сталкиваются клиенты страховых компаний, когда приходят за полагающимися им выплатами по ОСАГО? Меняем старую машину на новую по программе Трейд-Ин. На какие бонусы можно при этом рассчитывать? От минивена до компактного кроссовера тестируем третье поколение Митсубиси РВР в рубрике «Автомобиль номера». А также погоня за пьяным нарушителем Фокина, стрельба по колесам Короллы в Артеме и Чайзер, разрушивший остановку в поселке Кневичи в нашей постоянной рубрике «Автоэкшн». Мы начинаем! Всем автомобилистам приходится иметь дело со страховыми компаниями во время заключения договоров на получение полиса ОСАГО. До того, как вы стали их клиентом, страховщик пытается быть белым и пушистым и даже подвезет документы в удобное для вас место и время. Но все меняется, когда вы приходите к ним за деньгами после наступления страхового случая. Перед вами предстает совсем другой образ страховщика, бредного и жадного. Об этом наш следующий сюжет. Мне пришлось в 6 часов вставать утра. Кто рано встает, тому Росгострах-бланк направления на осмотр дает. В этом Светлана Воронина убедилась на собственном примере. Не так давно девушки помяли машину, и ей пришлось пройти все круги ада, чтобы получить страховую выплату. Придя в офис отдела по урегулированию убытков, Росгостраха Светлана чуть не упала в обморок, когда увидела, какую очередь ей придется отстоять, чтобы взять направление на осмотр повреждений машины. В шоке была, конечно, зашла огромная очередь, целый день потеряла. То есть, если не знаешь заранее, что вот такая история будет, то, конечно, человек шокируется, когда он там с работы отпрашивается, приходит, а тут оказывается, что надо вообще весь день сидеть, ждать. С тех пор в офисе Росгостраха на улице Пионерской мало что изменилось. Автомобилисты встают ни свет ни заря, чтобы занять очередь. Она настолько большая, что им приходится составлять списки. Те, кто пришли к 9 утра, оказываются в конце листа, где нумерация переваливает за третий десяток. Работники офиса страховой компании не объясняют людям, почему они вынуждены жить в очереди. При виде камеры посылают наверх к начальству, которого на месте нет и до которого невозможно дозвониться. Очередь уже составляет 100 человек по спискам. То есть, я думаю, есть какое-то объяснение? Рациональное или нет? Там, связано с гололедом, с прошедшими снегопадами. Не комментируйте. У вас там очередь стоит, спросите. И гололед, и много аварий, и очень большое количество клиентов. Сегодня на Росгострах в Приморье приходится почти половина выданных полисов ОСАГО. Но главное в том, что, как нам стало известно, в середине ноября был закрыт офис Росгостраха по урегулированию убытков в Артеме, на котором был завязан и Надеждинский район. Поэтому всех автовладельцев отправляли во Владивосток. Сейчас этот офис снова работает. Однако улучшения ситуации не наблюдается. Осмотры транспортных средств на предмет повреждений идут с не такой скоростью, как хотелось бы. На день выдается 35 направлений на осмотр, а нуждающихся гораздо больше. Эксперты уверены, что создание подобного ажиотажа на руку самим страховщикам. Сейчас собственников просто отказываются от возмещения ущерба в силу многих причин. Временных – это, наверное, основное. Одни автовладельцы с ущербом небольшим – 3-5 тысяч – просто не будут обращаться в страховую компанию из-за того, что ущерб маленький, а процедура займет определенное количество времени и массу усилий. Человек походит, походит, и в конце концов, если у него убыток небольшой, он просто откажется от этого. Ему будет дешевле, как говорится, не прийти, заработать денег где-то в рабочий свой день, чем получить эту выплату за данное ДТП. Михаилу Ломакину тоже пришлось побегать в свою страховую компанию, чтобы сдать документы и получить направление на осмотр. Только он уже застрахован в Ингострахе. Страховщики отказались принимать документы мужчины, сославшись на то, что он неправильно заполнил извещение о ДТП при оформлении Европротокола. Михаилу пришлось прийти в другой день, и у него документы приняли. Только самое интересное, что мужчина в бумагах ничего не менял. Отсюда следует, что бумаги можно было взять с первого раза и не издеваться над ним. Регламент подачи документов был соблюден. То есть все документы, которые должны были прилагаться для подачи заявления, они и присутствовали. Единственное, что там было указано на второй стороне извещение, показания потерпевшего не в той графе, где они должны находиться. Все, росписи, все там присутствовало, объяснения все присутствовали. В Краевом обществе автовладельцев Приморья считают, что страховщики в этом случае занимались самоуправством. Не первый раз к нам приходят люди с такими проблемами. Скажу следующее, что страховая компания обязана принять весь пакет документов, которые предоставил потерпевший. Если каких-то не хватает справок, еще каких-то документов, страховщик обязан в письменном виде уведомить данное лицо. По словам Кирилла Тихонова, если страховая компания в чем-то отказывает, она должна делать это в письменном виде. Если под разными предлогами ее сотрудники не дают вам такую бумагу, можно писать на них жалобу. В Приморском крае существует филиал Центробанка, и туда можно подать официальное письменное заявление. К сожалению, в нашем крае и в нашем городе отсутствует филиал Российского союза автостраховщиков. Непонятно почему. Туда тоже можно обращаться, но это надо в Москву писать. Попасть на первичный прием в страховую компанию, как показывает практика, сегодня очень непростая задача. Но даже если вам это удалось, далеко не факт, что вы останетесь довольны. Ведь главное разочарование может ждать впереди, когда страховщик насчитает вам меньше, чем вы рассчитывали получить. Сколько вам насчитали за эту царапину? 17 с копейками. Я не знаю, много, мало. Но я поеду просто сейчас еще в независимое куда-нибудь. Купить новую машину и не заморачиваться продажей старой сегодня очень легко. Это стало возможным благодаря программе Trade-In, которую внедрили все официальные дилеры. Итак, как работает Trade-In и что нужно, чтобы принять в нем участие? Расскажем прямо сейчас. Продавать свой автомобиль самостоятельно долго и достаточно сложно. Покупать машину с пробегом у частного продавца очень рискованно, особенно если вы не подкованы в технических вопросах. В мировой практике проблема обеих сторон успешно решает система Trade-In. Все крупные мировые автоконцерны сегодня активно пользуются этой программой, а российские дилерские центры применяют ее уже более 10 лет. Современная система Trade-In позволяет автовладельцу сэкономить свое время и нервы, а также получить скидку на приобретение нового автомобиля. В то же время человек, покупающий пробежную машину через Trade-In, знает, что берет не кота в мешке, поскольку дилерский центр выступает гарантом технической и юридической чистоты сделки. Итак, давайте разберемся во всех тонкостях этой системы на примере официального дилерского центра Nissan в Приморье «Авторитет Автоплюс». Предположим, у вас есть автомобиль с пробегом, но вы давно мечтаете о новой машине. Не вопрос. Приезжайте в дилерский центр, выбирайте понравившийся вам Nissan, а затем менеджер проведет оценку стоимости вашего автомобиля, отправит его на техосмотр и сообщит вам его рыночную стоимость. Для приобретения нового автомобиля не обязательно обладать полной суммой. Обычно клиенту требуется доплатить разницу, поскольку схема Trade-In дает возможность принять в качестве первоначального взноса ваш прежний автомобиль. Уравнение в следующем. Предположим, что ваша машина стоит 850 тысяч рублей. По Trade-In ее возьмут в среднем на 100 тысяч дешевле, но взамен вы получите скидку, или, как сейчас принято говорить, выгоду на покупку нового автомобиля на эту же сумму. Все это делает процесс смены автомобиля легким и комфортным. Причем услугами Trade-In в дилерском центре «Авторитета Автоплюс» сегодня могут воспользоваться не только владельцы автомобилей марки Nissan, но и также машин других производителей. Сотрудники «Авторитета Автоплюс» проведут диагностику вашей машины в любое удобное для вас время. Они гарантируют безопасность сделки и возьмут на себя все заботы, связанные с дальнейшей реализацией автомобиля. Как вы уже, наверное, догадались, автодилеры сегодня работают не только с новыми автомобилями, но и с поддержанными, которые они тоже потом активно реализуют. В дилерском центре «Авторитета Автоплюс» эта программа называется «Одобрена Nissan». Приобретая машину здесь, клиент может быть уверен в ее отличном техническом состоянии, ведь специалисты дилерского центра проверили ее от и до. Диагностика транспортного средства проводится по чек-листу, в котором более 150 позиций оценки авто. Все поддержанные автомобили, попадающие в программу «Одобрена Nissan», имеют пробег не более 125 тысяч километров, возраст до 7 лет, и они без серьезной аварийной истории. Хочется отметить, что в новый 2017 год компания «Авторитет Автоплюс» начинает с приятных бонусов для своих клиентов. Весь январь при обслуживании в сервисном центре «Авторитет Автоплюс» предоставляется бесплатная диагностика ходовой части автомобиля. Здесь есть все, чтобы произвести ремонт и техническое обслуживание гарантийных и постгарантийных автомобилей «Ниссан» и «Инфинити». При долгосрочном ремонте гарантийных автомобилей «Ниссан Центр» предоставляет подменное авто. При этом гарантия на оригинальные запасные части действует один год. Владельцам других марок авто здесь также не откажут и осуществят все работы на высшем уровне по разумным ценам. Также в дилерском центре «Ниссан Авторитет Автоплюс» появилась и новая услуга – бронирование элементов кузова антигравийной пленкой «Сантек», которую армия США использовала для защиты лопастей вертолетов от песка во время операции «Буря в пустыне». Она изготовлена из полиуретана и предназначена именно для защиты от сколов, царапин и других возможных дефектов покрытия. Процесс бронирования включает в себя очистку деталей синтетической глиной, мягкую полировку и нанесение антигравийной пленки. Не менее важен и тот факт, что специалисты «Авторитет Автоплюс» фиксируют пленку «Сантек» с максимально возможными заходами и подворотами на таких сложных элементах, как крылья, капот и бампер. Таким образом, оклейка защищаемой площади является почти стопроцентной. Можно защитить и лобовое стекло машины при помощи пленки «Клир Плекс». Помимо того, что она предохраняет стекло от сколов, трещин, ударов и потертостей, эта пленка еще и от ультрафиолета защищает. В результате в солнечный день экипаж машины чувствует себя комфортно, а обивка салона не выгорает раньше времени. После снятия пленки «Клир Плекс» стекло остается в идеальном состоянии. Более подробно узнать о сроках и условиях проведения акции и записаться на тест-драйв можно по телефону 279-09-79 и на сайте 3w-авторитет-дефис-авто.ру Машина, о которой мы вам хотим рассказать сегодня, имеет очень длинную историю. Раньше это был семейный минивэн. Сейчас автомобиль относится к классу компактных кроссоверов. Mitsubishi RVR. Протестируем его в нашей постоянной рубрике «Автомобиль номера». Mitsubishi RVR пережил в своей достаточно длинной истории три пришествия на автомобильный рынок. Первая состоялась в 1991 году, когда компания Mitsubishi Motors выпустила RVR Space Runner. В 1997 году миру явили второе поколение RVR. Но если первый RVR продавался хорошо, то второй, скажем, прямо не зашел в народ. Машину плохо покупали и в 2002 году все RVR сняли с производства. Спустя 8 лет в 2010 году RVR вернулся уже под видом Mitsubishi IS-X. Это леворульный вариант третьего поколения этой марки. Машина очень быстро стала популярной и с ее появлением компания Mitsubishi Motors подправила свои дела. Итак, сегодня у нас на тест-драйве Mitsubishi RVR. Это уже не тот старый минивэн, который был низенький семейный автомобиль. А сейчас это такой более, наверное, женский компактный паркетник. Если у старого RVR было всего лишь три двери, то у этого автомобиля полноценных пять дверей. То есть это стал выше клиренс, изменилась полностью кардинально внешность. Он вообще не напоминает старый RVR абсолютно. Это теперь новый автомобиль, кроссовер и его конкурентами сейчас, наверное, можно считать там Toyota RAV4, Nissan Qashqai и еще какие-то автомобили. В нашем распоряжении оказался Mitsubishi RVR 2010 года выпуска. Очень красиво, небесно-голубого цвета, с бензиновым двигателем, объемом 1,8 литров и мощностью в 139 лошадиных сил. Это самая скромная комплектация, поскольку есть более мощные модели с объемом двигателя 2,2,4 литра. У RVR'ов также встречаются и моторы с турбонадулом. А теперь самое время посмотреть, что у него в салоне. Что сразу бросается в глаза, что автомобиль максимально простой. То есть ничего тут сверх навороченного нету, каких-то дополнительных экранов, кучи кнопок. Тут все по минимуму, все скромно. Ну, начнем с руля. Мультируль. Потому что есть управление, но я бы сказал, что это полумультируль, потому что только одна половина у нас имеет какое-то управление. Что удивило, под рулем нового RVR мы встретили подрулевые лепестки переключателя скоростей. Если поставить автомат в режим ручного переключения, то ими можно пользоваться. Только вот зачем это все? В случае RVR применение данной опции – это стрельба из пушки по воробьям. Не понимаю, нафига эту функцию ставят в такие автомобили. Просто невонятно. Это не спортивная тачка. Этими штуками не пользуется абсолютно никто. Может быть, в лучшем случае один день поиграются и все. Но это колоссальная затрата денег. То есть можно было сэкономить, если машину сделали максимально простой. На приборной панели Mitsubishi RVR есть все необходимое. Спидометр, тахометр и небольшой монитор бортового компьютера. С помощью него водитель получает информацию о температуре воздуха за бортом, о температуре охлаждающей жидкости и расходе топлива в данный момент. Справа у нас кнопочка «Инфо», в которой можно менять режимы на экранчике. И вот мы смотрим расход, например, 7,4 км на одном литре. Ну, как бы немало, я бы сказал, в районе 15 литров. Со средней скоростью 18 км в час. Вот так вот. Стоите в пробках и машина живет по максимуму. Ну, это как и все автомобили, на самом деле. Ничего примечательного. Наверняка он очень экономичен, особенно по трассе. Я не думаю, что он превысит 10 литров. На самом деле, компания Mitsubishi заявляет расход у подобного RVR в городе 10 литров. На трассе 7,5. Время разгона до 100 км в час в районе 11 секунд. Новый RVR получил 4-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Переключатели режима 4WD, 2WD. То есть можно ехать на 2WD, то есть основной передний привод. И можно подключать 4WD. И есть межосевая блокировка. Наверняка она ему помогает. Ну, я думаю, что на таких автомобилях никуда не ездит. Я имею в виду по чагирям, по каким-то максимум на пляжик вырваться и все. У RVR третьего поколения, по мнению автоэкспертов, очень хорошее соотношение габаритов. Длина его корпуса 4295 мм. А колесной базы 2,6 метра. Все это делает его таким же проходимым, как его более старший собрат по классу Mitsubishi Outlander. На самом деле обзорность неплохая, но, конечно, не хватает ни камер, ни сонаров. В целом, в целом нормально. Мы переключили режим на 4WD, потому что у нас впереди достаточно такая ледяная горочка. Мы попробуем на ней забраться. Сейчас посмотрим, как он гребет. На переднем приводе не стали мы рисковать. Ну, гребет достаточно уверенно. Двигатель маленький, но слышно его в салоне. Шумоизоляция так не очень. Стихия Mitsubishi RVR, как и любого другого паркетника, это грунтовые дороги. На них он точно не даст уснуть своему водителю. Хотя это скорее минус, чем плюс. Ехать некомфортно, потому что трясет. И не колеса просто прыгает, а все переходит на кузов. И большую скорость на грунтовке не разовьешь. По управляемости, скажу, очень неплохо. Достаточно точный руль, информативный. Прям чувствую, когда поворачиваешь, руль немножко наливается. Поэтому прям вот можно чувствовать автомобиль. Очень любопытно, что новый Mitsubishi RVR неоднократно признавался самым безопасным кроссовером в мире. В 2011 году в Европе и в 2012 в США. Правда, на краш-тестах англосаксы разбивали Mitsubishi SX. Но, сути дела, это обстоятельство не меняет. И вот у нас еще одна ледяная горочка. Вот ее сейчас попробуем штурмануть. Попробуем поставить на блокировку еще, лок, и проверить, лучше ли. Большой разницы я не почувствовал, но машина, в принципе, выбралась без проблем. Хотя там действительно галимый лед. Цены на Mitsubishi RVR кусаются. За аналогичные модели 2010 года выпуска в интернете сейчас просят от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. В зависимости от состояния и комплектации. Через два года японцы обещают представить ASX в новом кузове. И это будет кроссовер-купе. Что-то среднее между RVR и Outlander. Так что все скоро увидите сами. Ждать осталось недолго. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль протестировали в нашей передаче, пишите мне в личку в Instagram, скидывайте свои фотографии, и, может быть, ваш автомобиль появится в нашей следующей передаче. От полиции не уйдешь. Не стоит и пытаться. Даже если вы будете делать это на мощном автомобиле. Таких гонщиков стражей порядка берут либо численностью, либо применяют табельное оружие. И стреляют в колеса машины беглеца. В нашей сегодняшней рубрике автоэкшн мы покажем вам, как это происходит обычно. Смотрим. Приморский городок Фокина экипаж ГИБДД преследует видавшую виды легковушку. Водитель Ниссана Сани ехал в ночь абсолютно без света. Автоинспекторы решили остановить автомобилиста, так сказать, чтобы врубить ему фары. Но тот вдавил педаль в пол и понесся по трассе в сторону поселка Дунай. Стражи порядка сделали два предупредительных выстрела в воздух, после чего начали стрелять по колесам машины. И в результате легковушка улетела в кювет. Сразу отметим, что инспектор, сжавший на курок, на занятиях по стрельбе не терял времени даром. Из трех выстрелов все попали в цель, а именно в заднее левое колесо машины. Рулевой Ниссана, как выяснилось, был пьян. Более того, он никогда не получал водительских прав. Поэтому беглеца сейчас ждет 15 суток ареста. Ну а полицейского поощрения от начальства за образцовую стрельбу. А это уже Артем. Сюжет, похожий на сцену из популярной компьютерной игры Need for Speed. Куча полиции летит по городу за машиной, водитель которой пытается сделать ноги. Только в отличие от симулятора, в жизни машины обычные. Здесь нет ни Chevrolet Corvette, ни Ford Mustang, ни Dodge Viper. Но вместо них присутствует Toyota Corolla. Да и у полиции тоже все приземлено. В игре Corolla бы уже давно преследовали на вертолете, но стражи порядка Артема ехали на Ниве, которой, правда, помогали еще четыре экипажа ДПС. В общем, остановить водителя Corolla удалось только на выезде из города. И для этого полиции пришлось стрелять по колесам. Всю тачку мы разбомбили, размяли. Ехали, стреляли. Стоит отметить, что в салоне Corolla, помимо водителя, находились еще как минимум три пассажира. Кто-то из них даже пытался оказать сопротивление в момент задержания. Поэтому полиции пришлось применить силу и спецсредства, то есть наручники, и уложить всех дорожных хулиганов лицом в асфальт. Этот курьезный дорожный инцидент произошел в районе поселка Кневичи. Toyota Chaser ехала со стороны заводского. Манера езды рулевого седана показалась странной дежурившему на трассе наряду ДПС. Инспектор вышел навстречу машине и подал ее водителю сигнал об остановке. Но тот нажал на газ и был таков. Полиция отправилась вдогонку за Chaser, и стоит отметить, что далеко ехать с дажем порядка не пришлось. Практически сразу седан ушел с дороги и влетел в остановку общественного транспорта. Машина пробила кирпичную кладку строения и разнесла ее в клочья. Частью на остановке не было людей, а тем временем из машины выбежали двое парней и бросились на утек. Одного из них инспекторы ДПС задержали, второму удалось уйти. Водителю машины теперь предстоит отвечать за свои действия. Наверняка будет штраф, административный арест или исправительные работы. Далее переносимся во Владивосток. Спуск к остановке Краевая больница. У участников ДТП в переулке Павленко и автоинспекторов, которые занимались его оформлением, наверняка прибавилось седых волос. После того, как весь паровоз из трех машин едва не снес водитель тягача. Как видно на записи регистратора, сделанной очевидцем событий, Френч спускался с Покровского парка на Алиутскую очень быстро. Когда мужчина заметил ДТП из трех машин, впереди тормозить было уже поздно. Он увел тяжелый тягач в сторону и подвинул с проезжей части паркетник, рулевой которого хотел спокойно объехать разбитые машины слева. Обратите внимание на людей, которые стояли на проезжей части. При виде несущегося грузовика все они отбежали к подпорной стенке. Можно себе представить, о чем автомобилисты думали в этот момент. Следующая авария произошла в районе въезда на Золотой мост. В самый разгар снегопада водитель Тойоты Марк Икс двигался в сторону мостового сооружения. Причем на записи регистратора видно, что легковушка едет совсем не быстро. Хозяин Тойоты Лэнд Крузер Прадо, который в следующее мгновение появляется в кадре, двигается значительно быстрее. Внезапно внедорожник заносит, и он втыкается в снежный сугроб и останавливается. А Марк Икс бьет его в заднюю часть. Признавать свою вину хозяин седана не захотел. Его можно понять, ведь судя по записи регистратора, времени, чтобы остановиться, вообще не было. Да еще и по такой дороге. Но против правил, как говорится, не попрешь. Ведь безопасную дистанцию еще никто не отменял. Далее по плану и еще немного дорожного экшена от тех, кому приходится бывать на многих происшествиях нашего города по долгу службы, так сказать. Аварийный рейтинг декабря подготовила для нас городская служба аварийных комиссаров. Ну а расскажет Константин Кравцов. Ему слово. Самая масштабная авария уходящего месяца. Случилось 15 декабря на перекрестке Океанского проспекта и улицы Хабаровской. Все произошло в самый час пик, когда на этом участке скопление машин было максимальным. Как удалось установить, аварию спровоцировала владелица автомашины Toyota RAV4, которая, выезжая со второстепенной дороги, не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с пассажирским автобусом, двигавшимся со стороны первой речки. В результате этого маршрутный автобус совершил столкновение с автомобилем Nissan Tirana, который, в свою очередь, отбросил на Toyota Corolla. Итогом невнимательности хозяйки Toyota RAV4 стало обращение двух человек за медицинской помощью. 12 декабря в районе улицы Некрасовской был пойман самый недисциплинированный водитель месяца. Совершив столкновение с двумя транспортными средствами, водитель Nissan Laurel пытался покинуть место происшествия. Как было установлено впоследствии, на счету нарушителя угон машины и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В данной ситуации нарушителю помимо административного наказания грозит еще и уголовное преследование. Владельцам пострадавших автомашин предстоит в частном порядке взыскивать компенсацию причиненного ущерба с пьяного угонщика. Краш-тест. 20 декабря на федеральной трассе в районе остановки Академгородок водитель Subaru Legacy, двигаясь в сторону города, неверно выбрал скоростной режим, не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автомашину занесло. Она ударилась о бордюр и перевернулась. По счастливой случайности водитель не пострадал. Уважаемые водители, проявляя на дороге бдительность, помня про правила дорожного движения, относясь друг к другу с уважением, каждый водитель способен уменьшить фактор риска на дороге. Удачи вам в новом году и без аварийной езды. Ну и, наконец, мы, как всегда, оставили для вас самое вкусное. Наша постоянная рубрика «Девушка номера». Смотрим. 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 И это все на сегодня. С вами весь год был Дмитрий Семенюк. Хороших вам праздников и удачи вам в новом 2017 году. Субтитры создавал DimaTorzok